Отпуск у депутатов был недолгим, ведь перед выходом на сессию народные избранники активно работали над рассмотрением вопросов повестки, проходили заседания профильных и территориальных комитетов, по итогам которых сформировался список из 26 вопросов и двух дополнительных. Это и внесение ряда изменений в ранние решения городского собрания в социально-экономической и транспортной отраслях, а также в имущественных вопросах. Решением депутатов ряд учреждений здравоохранения перешел под управление Краснодарского края. Это 9-я горбольница и 4 стоматологические поликлиники. На баланс края переданы комплекс МФЦ. Положительное решение депутатами принято и относительно выделения земель сочинским казакам. 6 гектаров переведены в земли сельхозназначения. Утвержден и перечень участков, предназначенных многодетным семьям. 99 исключается в связи с предоставлением и регистрацией перехода прав. 77 нового земельного участка будут предоставлены в порядке предусмотренном 385 государств. Депутаты также проголосовали за продление аренды помещений для ряда городских организаций и утвердили распределение бюджета в сфере образования и культуры. Бурную дискуссию вызвал дополнительный вопрос о ведении курортного сбора. Сегодня было необходимо принять решение о передаче краю заявки на участие в этой экспериментальной программе. Заработает она с 1 мая. Во всех туристических городах Краснодарского края сумма сбора составит 50 рублей. В Сочи же по предложению мэра будут собирать по 10 рублей с человека. Будет определен соответствующий порядок, проработан, более доступно будет объяснено жителям и гостям курорта, каким образом он будет взиматься. У нас есть время еще поработать над этим вопросом, изучить его. Курортный сбор будут оплачивать только туристы из других регионов страны и иностранные граждане. Жители Краснодарского края это не касается. Сбор также не будут оплачивать несовершеннолетние и так называемые льготники. По прогнозам, курортный сбор позволит ежегодно приносить в краевой бюджет порядка 160 миллионов рублей.